знаете сразу чувствуется что это рикса старейший да ну на оплату что ли да куда ты полезла то дело помахай ручкой ну вообще крутяк да ну тут у нас ребята выбор по ходу дела этот отель просто вот чума так ребятки ну что ж всем доброго денечка как вы видите по вывеске с золотыми буквами на стене мы находимся с вами в отеле rixos даунтаун анталия прямо можно сказать самое сердце города ну что ребятки обзорчик сегодня будет интересненький отель на самом деле приятный сразу скажу забегая немножко вперед мы здесь будем жить три дня вот она ребята въездная входная группа вот такой вот он сделан в виде такого лепестка что ли распустившегося цветка или что-то такое но общем смотрите зона въезда выезда уже на самом деле приятная киска нас встречает ну что залетаем давайте посмотрим фонтанчики тут такие значит по стене сползают ну что ж вот такая вот у нас рикса совская обстановочка ну что ребят вот так вот у нас сразу встречают нас шампанским токс коктейли естественно яблочки сухофрукты рахат лукумчик но ребятки вот такая вот тут ситуация по лобби между прочим но неплохо неплохо смотреть какие лифты елозию туда-сюда значит лобби бар конечно же мы туда пройдем пианино рояль конечно же мы с вами послушаем здесь смотрите водопаде кино очень даже приятная атмосфера между прочим вот это такой от старейшие рикса знаете сразу чувствуется что это рикса старейшие с левой стороны девчонки по-русски говорят между прочим все гостри лейшин запись на трансфер в легенду здесь вот . рецепции лифты вот эти вот ползущие по стенам land of legends естественно конечно же приятно приятно на самом деле находиться вот такой здесь лобби лобби мы с вами зашли оттуда и вот уже продвигаемся с вами клубе бару вечером конечно вы не вы не смотрите что здесь сейчас народу мало значит время всего на всего половина первого дня причем сегодня понедельник ребята день тяжелый поэтому ситуация вот такая вот здесь ну что маркета есть на первом этаже мы сейчас с вами именно на нем и находимся собственно говоря значит вот он лобби бар ну октябрь ребят октябрь поэтому концепция конечно же урезанная кое-что есть из напитков алкогольных местного импортного производства но импорта уже меньше гораздо поэтому вот так прямо сказать что аховый прям какой-то здесь алкоголь нет ну джек дэниелс есть чивос есть что еще опироль есть принципе я вчера попробовал оригинальный да все окей ну коктейльчики мешают принципе все окей сейчас у нас время обеденный ребят поэтому предлагаю с вами на обед отправиться краешком глазика прям посмотреть кстати говоря связь с космосом прямо здесь вот и оценить собственно говоря обид в отеле rixos downtown анталия но такие вот здесь временные промежутки приема пищи на завтрак здесь конечно же стоит и на обед в том числе стоит вот это кстати очень вкусное шампанское между прочим я вот его подметил мы были в rixos парк вы наверное посмотрели уже этот ролик из rixos парк если нет обязательно приходите и смотрите отель тоже интересный но со своими нюансами ну что сразу навстречает детский стол с крышками овощными печеньками молочко банановое обычное молочко здесь сразу делают макарошки паску это конечно для детишек для любителей значит хлебная вечеринка мы смотреть как хорошо никого нет а прекрасно просто мы с вами такое хорошее время зашли салатик с апельсинкой и киви с тунцом то что но в принципе все очень даже классно смотрите как нарезана морковка интересно салатами все в порядке в принципе идем дальше здесь у нас уже небольшая горячая раздача пицца есть пиде есть и хлебушек горячие закуски на гриле жарят кефтешки вот они вот так вот выглядит готовым виде индейку на гриле тут есть есть рыбка на гриле овощной сатэ но в принципе все окей ребят здесь такое опять же питание естественно на урезанные потому что у нас октябрь здесь на соленье вот так вот выглядит специи соусы сладкая мы уже с вами подобрались к сладкому хочу такое ухты погнали лишь бы не упала на его нафиг дальше сладости эклерчики верандочка первая там верандочка еще одна есть еще можно на улице прямо сидеть здесь обычно сезонные фрукты но в этот раз у нас дынька ребят ну что ладно туда уж наверно ну ладно пойду пойду скажу все таки пойду скажу слова моя любимая здесь у нас холодные закусочки по горячим мы с вами пробежались фрукты тоже есть в принципе небольшом количестве есть киви груши нектарины все тут еще гранаты кстати сезон гранатов ребят октябрь как бы это сезон гранатов ну что тут виноград есть вот эти вот очень вкусные мандаринки между прочим вот такой вот ребят обед на самом деле пообедать вы можете не только здесь но победу еще можно и снег баре который находится на территории его тоже естественно вам покажу но здесь вот такая вот ситуация по обеду о мне кажется это типа самцы что ли интересно все ребят пойду покажу еще вам верандочку и закругляемся с обедом вот такая вот ребят здесь на самом деле вианда все в принципе очень даже неплохо чинно благородно но поверьте мне на ужин здесь мест найти надо постараться потому что народу здесь это вот я честно говоря сам сейчас удивлен мы уже здесь второй день находимся я удивлен насколько здесь сейчас мало народу вот она еще одна верандочка это уже летняя прям совсем совсем летняя справа с левой стороны столики есть еще ниже есть еще одна веранда пониже и уже дальше уже выход на основную территорию но про территорию давайте чуть позже сейчас мы закончим с вами все-таки с обедом скажу так что в принципе все неплохо разнообразие не очень большое но принципе на есть можно ну что и какая погода ребят сегодня у нас уже 15 ребята октября между прочим поэтому имейте ввиду вот такая погода может быть 15 октября 2023 года в описании ребята мои контакты для заказа тура онлайн без проблем подберем закажем отправим будете довольны ну что ж ребятушки я предлагаю прогуляться по территории все-таки отеля rixos downtown анталия не хочу на самом деле затягивать этот выпуск на долгое количество времени потому что это городской это ребят по сути да конечно есть и свой пляж мы обязательно пройдем погуляем есть обалденнейший парк имени ататюрка прямо при выходе из этого отеля но по сути знаете как бы это для людей тех кто хочет вот знаете такого отдыха совмещая совместно с прогулками скажем так потому что отель на самом деле не очень большой небольшая территория здесь она в принципе очень даже уютненькая вот смотрите здесь вот выход из граунд флора то есть из минус первого этажа вот так вот эта волна отельная выглядит да с правой стороны сразу у нас турунг турунг это у нас mediterranean ресторана лякард но сейчас он закрыт поэтому я туда не пойду делать там нечего rixos ребята фонтанчик вот такие вот здесь красоты давайте прогуляемся посмотрим сразу у нас виднеется барчик подавать подойдем поглядим ну вот так вот приятно на самом деле можно посидеть в тени высоких растений пальм моем между прочим и вот у нас тут сразу зоны 16 плюс ребят но на самом деле этому верить не стоит потому что в принципе здесь проход единый да поэтому здесь и с детьми отдыхают или с кем только не отдыхают давайте к этому барчику подойдем это чилку бар так называемый тоже напитки здесь все что сверху видите это extra все что с этой стороны это принципе включено в стоимость я так понимаю коктейльчики здесь делают между прочим здесь кофе из старбакса конечно она все бесплатно вот все видите галочками стоит в некоторых между прочим отелях за денежки есть тут такая вот чайная история между прочим тоже можно копить чайочку можно заказать за деньги алкоголь вот этот вот который сверху вот так он работает ребят задерживаться я здесь не буду смысла никакого на роликах здесь тоже это все развозит бассейнчик у нас первый встречает вот такой вот типа тихий спокойный тут уже как говорится можно покупаться ну как без детей да ну в принципе с детьми тоже купаются сколько раз видел вот и вот он дальше у нас основной уже бассейн идет давать час к нему мы и спустимся liveguard на месте ну и собственно говоря мы спускаемся с вами чуть ниже отель такой многоуровневый можно сказать так потому что стоит может это на горе на такой вот вот такие вот топчанчики здесь занимайте ребята заранее заняты они все всегда целый день это вообще даже без вопросов мы гулять сегодня ходили часика 8 утра примерно по парку гуляли а татюрка все конечно было свободно ну а так естественно все уже занято ну ребят ну вот такой бассейн со страхом и тремя пальмами ничего особенного в нем я не вижу зацикливаться и заострять внимание на нем смысла нет люди купаются отдыхают напитки подвозят к ним соответственно роликах вон товарищ человек в лягушатничек небольшой город здесь никаких нет об этом можно здесь забыть еще раз повторяю что отель можно сказать городской есть вот такая вот небольшая заводь в виде ну типа джакузи что сейчас посмотрим на самом деле атмосферка здесь очень даже такая приятная спокойная такая тихая музыка играет где-то в отдалении но вот собственно говоря о чем я и говорил 80 сантиметров здесь всего лишь на всю глубина вот такие посадочные места посидеть заплыть потом уплыть коктейльчик взять и так далее ну что идем дальше гуляем дальше и rixos moments вот такой вот здесь еще один барчик назовем его основным баром бич-баром до который доступен для всех вечером конечно же здесь бам-барабам происходит вот на этой вот сцене музыканты вчера была кавер-группа мы кстати говоря живем вот с правой стороны видите ну у нас слышно было у нас номер номер я забронировал land view но нам сделали апгрейд с сайт юно блин номер конечно и хочу сказать с офигенным видом хотя и старые ли честно говоря номера как и весь отель но тем не менее здесь все будет заполнено вечером людьми конечно же тропик бар пожалуйста ребятки вот он вам тропик бар нет эти тоже глинт либиты не бесплатный сингл там тоже не бесплатно естественно чего с 18-летний тоже не бесплатный бесплатно здесь только чего с 12-летней red label jb ну вот все что в принципе стоит гавана club коктейльчик пожалуйста спасибо что делаете для нас коктейльчики рядышком ребят тут снег на самом деле еще ресторана вот он такая вот тут тема вот так вот так здесь можно тоже посидеть ребятки посидеть покушать здесь естественно выпекаются разные разного рода снег в том числе давайте где-то подойдем поздороваемся с его печкой hello а пицца здесь до пицца вас пицца здесь но вот видите заготовочки есть дровяная печь ингредиенты на месте все окей рядышком прям сразу рексиклаб туда я тоже прогуляюсь значит поле для игры в большой теннис есть есть для игры волейбол есть ли игры баскетбол есть там гольф поле тоже надо посмотреть обязательно вам показать и здесь вот кальянчики можете замутить как говорится на сленге вечерочком подымить вот так ребятки принц принципе вот на самом деле почти что все два настольных тенниса стоит тоже можно поиграть часто они здесь тоже заняты вот такая вот ребят на самом деле территория в принципе уютно здесь приятно реально находиться было бы еще погода хорошая был бы вообще замечательно ну смысле а не сейчас сейчас она хорошая вообще принципе всегда бы она была такая был вообще замечательно ну как вы знаете в турции порядка 300 дней солнечно а кстати говорят мороженка натолкнулись мы с вами на мороженку пока шли ну такого на разные здесь 300 солнечных дней ребят году в турции поэтому думаю что вы точно попадете на несколько из них уж точно если приедете там на 7 на 8 и так далее то есть смотрите еще один момент хочу показать вот это мы с вами уже дошли до края территории на самом деле отеля и что здесь примечательного конечно же здесь прежде всего есть офигенная штука это я считаю что прокат велосипедов она офигенная эта штука бесплатно абсолютно подходите говорите что мы отсюда едете куда-нибудь катаетесь кататься тут реально есть куда значит ведь также здесь есть трансфер на пляж он тоже здесь по временным промежутком катается смотрите сами ставьте на паузу если кому-то интересно то есть смотрите ребят выходим мы за территорию отеля у вас короче говоря тут есть на самом деле два путя два путя 1 путя это пойти на лифт и спуститься вниз перейти через дорогу и немножко правее будет пляж 2 путя у вас значит по лестнице спуститься также перейти через дорогу и соответственно попасть на пляж третий вариант событий это дождаться трансфера и уже на трансфере доехать тоже до пляжа пройтись там буквально 50 метров и собственно грамм и на пляже естественно туда прогуляемся а если будете арендовать велосипед бесплатно арендовать просто брать его грубо говоря то выходите из отеля вот он рикс из даунтаун вантали поворачиваете можете направо можете налево куда угодно и вот туда вот сторону парка имени ататюрка я не знаю там километров наверное несколько можете точно поездить покататься посмотреть на красоты а там действительно очень красиво тоже вам конечно же пройдусь покажу хотя бы так кадрами чтобы вы понимали ну а пока идем дальше ну что ж мы с вами проникли на территорию детского клуба классно на самом деле здесь расположен все под тенью вековых сосен да хотел сказать биле как обычно говорю биле когда нет здесь анатолийские сосны до горные вот ну что вот они вам площадочка вот и вам качельки карусельки белый песочек который не нагревается и прямо посередине всего этого безобразия находится небольшое здание которым и происходит волшебство с детьми до туалеты тут есть естественно красить лепить мажут сейчас покажу как там внутри вот здесь есть небольшая площадка конечно же для баскетбольщика детишками тут занимаются прыгают бегают и играют ну пойдем посмотрим кстати говоря сцена да между прочим мини-диско конечно же никто не отменял ну ребятки вот так вот давайте покажу несколько кадров до записываете оставляете браслетик одеваю в 4 лет пожалуйста фрикси club сетевой детский клуб этого отеля этих отелей может сказать ну и вот такой небольшой салон здрасте спасибо такой небольшой а мини диск у вас проходит вот здесь вот здесь да ну да по вечерам до 8 30 понятно ну вот так или поделочки всякие разные короче говоря все в принципе вот я ведь как бы в детский клуб и обошел ну в принципе как бы для детей там трехлетнего возраста четырехлетнего возраста двухлетнего возраста покопаться песочке в тенечке в принципе нормально но а вечерком на мини диска окей окей так ребятки же тут разогреваются потихонечку я так понимаю что сейчас начнется рубилово в баскетбол и волейбол но вы знаете что есть спортивная академия риксовская эксклюзив спорт клаб это вот эта тема да где есть кроссфит есть всякие там такие fly йога там и так далее так далее то есть это единая концепция риксовская в отношении спорта вот поэтому здесь тоже она как бы есть аниматоры соответственно собирают людей и занимаются с ними всяким разным спортивным развлечением вот мы кстати с вами подошли уже к двум теннисным кортом естественно конечно тоже бесплатно а вот и поправочка на ветер ребята вот так вот поторопился я сказать что вот это вот вся история бесплатная нифига на не бесплатная 400 лир стоит поиграть здесь в теннис дают вам две ракетки дают вам мячики и это всего на час ребята я неприятно удивлен вот честно я думал что это все здесь входит в концепт окажется нифига в разных отелях конечно по разному но такое редко встречи когда я я просто помню что знаете как бывает по ночам когда включают свет во многих местах даже в египте там и в эмиратах там если есть в эмиратах там какие отели да там берут денежки за это а здесь блин ну окей будем иметь ввиду здесь он платный так ладно заболтались гольф ребята гольф любители гольфа думаю что вам не сюда честно говоря потому что здесь гольф это как бы вот это вот а это вам не натуральное покрытие это естественно искусственная трава ну для отработки ударов тут есть вот эти вот строить лунки которые нужно побеждать до каждую лунку прогонять мячик там и так далее вот я тоже записался честно говоря бесплатно полчаса поиграть а чё бы нет а чё бы нет мне кажется надо использовать по полной все вот эти вот плюшки фишки отелей думаю так я попробую жизнь никогда не играл в бой в такой вот раму чтобы гольф-гольф в мини-гольф конечно играл но здесь как бы он и принципе да и мини но приятная тема что он как бы здесь есть вон там установитесь бахаете короче я не знаю здесь вот кстати говоря между прочим вот в этой сетке здесь натуральный газон а вот здесь он ненатуральный ладно короче когда приду тогда вам все покажу как как и что будет происходить кто мне там научит и чему научит ведь на отель ребята со стороны проспекта кстати говоря раз уж в рейс зашла тут есть торговый центр до него идти примерно полчаса ребят ну все ходят по-разному но примерно полчаса там есть вот эти вот все манга биржки фигер шки там и так далее поэтому в принципе выходите поворачивайте направо направо да направо не ошибся нет на не ошибся направо и полчаса в ту сторону пешочком пёхаете не хотите пешочком такси и поехали шопиться идем дальше ну ребята 30 баксов на самом деле стоит коленчик ну нормально 30 баксов я помню в этом рикса себе парке стоил 50 слушай ну поиграл я короче говоря в эту игру замечательную но на самом деле не так просто как это кажется очень даже нелегко это надо правильно держать и клюшку правильный удар делать и короче руки у вас должны быть так и тело у вас должно быть так короче говоря я думал что это все гораздо проще но на самом деле поля гольфовские для гольфа игры в велике ку самые крутые вообще в турции вот но вот так чтобы бесплатно получить полчасика урока на самом деле это классно ребят так что еще один плюс отелью рикс из даунтаун анталия ну что давайте мы покажем вам один из путей на пляж от отеля рикс из даунтаун анталия через давайте покажем лифт вот такой вот здесь буквально 50 метров до него идти и пока будете идти можете полюбоваться на шикарнейшие виды ребята средиземноморья анталии сегодня такая небольшая дымочка но с утра было очень даже прикольно посмотреть здесь видовая такая на самом деле площадка обалденная набережной кунялты с правой стороны здесь променадик снизу магазинчики ресторанчики вон он уже видно он там с левой стороны у нас такая жилистая дорожка серпантинчик такой спускающиеся к морю колечи там у нас силара там у нас все 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 ребят билет наш любимый с вами все остальное все ребят вот мы с вами уже подошли к лифту ждем ну как-то вот так вот ребят на самом деле здесь бывают очереди на самом деле убывающих обратно наверх но это в основном конечно вечером а так вот на свете сегодня музыкант встречают все вот мы собственно раз мы вышли из лифта мы уже с вами около моря практически теперь между нами и моря небольшой такой променад и дорога тоже скажем так туристическая дорога до автомобиля конечно по не ездит но немногочислено пробок здесь точно вы не увидите все вот мы прям по этой дороге прям вот по прямой чуть-чуть правее то есть да получается чуть правее так вот идем и попадаем на городской пляж и в том числе на приватный пляж отеля рикса с даунтаун отеля ну вот вот такое движение ребят абсолютно спокойно я перешел даже не посмотрел направо и налево сейчас бы остались бы вы ребята без того самого турагента ну ладно здесь на самом деле очень медленно машины ездят и даже здесь ребят вечером погулять просто офигительно на самом деле здесь такая душевная атмосфера здесь очень много народу по вечерам бывает особенно по выходным что тут тут пикнички устраивает просто гуляют прогуливаются как вечерний скажем так променад устраивают все не будем болтать давайте ближе пляжу и вот такая вот история здесь прекрасная набережная и вплоть до сырысу как я говорил уже до хурмы и так далее вы будете проходить мимо различных кафешек заведений вот зайдите в мадо очень вкусное там мороженое десертики копеечек чаечек вот так что так ребятки атмосферки здесь на самом деле топчик ну что ж друзья приглашаю вас на экскурсию на частный приватный пляж отеля рикса с даунтаун анталия смотрите какая красота пальмовая роща и вы сквозь нее пробираетесь и собственно говоря сразу упираетесь куда правильно туалет ну здесь короче говоря справа стороны те самые комнаты вот они кстати говоря арендованные велосипеды стоят оттуда здесь я так понимаю что можно их оставить потом взять кухонька и основная территория ребят смотрите здесь сразу посадочные зоны посидеть на травке вот такой огромной компании все очень приятно на самом деле сделано гамачок на закате здесь фоточки инстаграмные справа стороны сразу нас бар здесь обслуживают и кстати говоря здесь можно хорошо вкусненько покушать и покачаться на качелях давайте я вам сейчас покажу как это возможно вот именно так ребятки можно посидеть покачаться на качельках выпить что-нибудь игристого или пенного и полюбоваться вот на такой вот морской пейзаж и заказать себе по qr-кодику вот такую шурму например или курочку или пиццу маргарита или бургер вот такой вот гамбургер и полюбоваться на таровские горы на набережную кони алты между прочим там совершенно недалеко так что вот так ребятки можете в принципе здесь легко очень даже неплохо проводить вечера встречать закат и провожать заняты и наслаждаться морюшком солнцем и вкусной едой между прочим вкусно несколько раз кушали поэтому могу с уверенностью сказать что здесь очень даже неплохо вот это вот так вот возможно ребята и дальше мы проходим с вами соответственно для ножек помыть есть где и не очень большой на самом деле пляж но примерно метров наверно шириной 50 где-то до 50 на 50 где-то так вот но на самом деле всем хватает потому что отель по большой степени он европейский на европейский уровень такой манер точнее не уровень и манер настроен это для людей которые любят полежать у бассейна попить коктейльчики как-то так вот вот такой вот пляж здесь ребят вот такого здесь пляж совершенно небольшой ну а песке конечно тут речи быть никакой не может здесь крупная галька что касается входа в море естественно он тоже галечный причем очень такой крутой смотрите как какой обрыв тут сразу да то есть как бы тут надо купаться очень осторожно тем более когда вот такие волны с детьми туда заходить опасненько это практически вот самое начало вообще пляжной линии кони алты она идет туда порядка 8 9 километров все ребят вот так вот собственно говоря про пляж тут больше что рассказать то и нечего потому что тут будет что и показывает и нечего но лежаков самое главное хватает всем корме тут принципе вкусно нормально официанты обслуживают напитки есть алкоголь тоже есть в баре есть импортный есть и местного разлива поэтому в принципе отдохнуть можно здесь очень даже неплохо и вон он rixos downtown наталья отсюда прямо видно купол этого отеля вот так ребяточки очень важное уточнение на самом деле это очень удобно здесь у каждого столика есть qr-код то есть вам не нужно вставать с лежака вы просто наводите его своим телефончиком и заказывайте себе напитки или еду прямо на лежак то есть никуда ходить не надо официант ждать не надо вот заказали уже в систему заказик упал туда на кухню приготовилась и официант узнает какому именно лежаку нести тот или иной заказ удобно удобно вот это сервис так ребят наверняка спросите что по напиткам ну соответственно тут кофе чай есть есть алкогольные напитки типа компари мартини альмека текила гавана club что-то еще джейби есть и из виски смирнов водка чивы с 12-летний red label strm это коньячок раки есть игр мастер здесь есть и малибу были здесь не оригинальный опироли тоже есть здесь в принципе не вижу опироли нет да у оригинального нету да нету все водичка сквозь холодильник водичка есть а эти энергетики есть энергетический напиток берн red bull burn есть на такой сейчас посмотрим уж уж раз пришли так надо как раз это по полной программе а пиво какой есть еще а энергетический напиток вот такой вот редактор а пиво какой бэкс да fs есть а бутылочная да только fs только fs а ну вот так ребята все спасибо до водичка холодильничек и собственно говоря вот такие вот посадочные зоны возле самого бара вот фруктики ребят смотреть бургеры ну это уж я вам показал вот такая вот атмосферка очень даже приятно смотри а запрятали как здесь еще косые мороженое есть блин а я вот прошел бы даже его честно говоря даже не заметил бы что тут у нас холодный лед я так понимаю да 300 всякие посмотрим ну да ванильная и холодный лед что лет что-то такое ну что ж друзья нет это не фильм ужасов это спа анджана отеля рицас даундаун анталия по прямой у нас сейчас тренажерный зал давайте посмотрим но как-то так ребята на самом деле внутреннего бассейна здесь нет в этом отеле но конечно хамам сауна и спа комплекс здесь есть но и вот такой тренажерный зал сделан полукругом все в принципе тут как бы есть для занятий спортом витамин бар ребята здесь есть кстати говоря может что просто прийти и заказать свежевыжатый сок вот из этих вот овощей и фруктов делают огурцы морковь апельсинчик и только скачки это при спа анджана так ребяточки ну что ж у нас добрый турецкий вечерочек небольшой лайфхак между прочим полезный будет наверное дело в том что ресторан на самом деле небольшой и для того чтобы сесть на улице нужно наверно первым ломиться с центрального входа но мы-то легких путей не ищем тут есть вход с улицы ребята с основной территории без проблем беспрепятственно заходите и присаживайтесь на удобное место на улице никто вас не остановит вот вам такой лапхак пользуйтесь вот она пожалуйста вам никого нет до ужина еще 10 минут 15 здесь зона для не курящих здесь просто обычная зона просто садитесь и как говорится когда откроется ресторан можете зайти с не с заднего входа но такой вот хитрый ход так ребятушки мироба якшам дар это у нас здравствуйте добрый вечер уже чуть-чуть начинаю осваивать да пришел на служим ребятки ужин мороженец подкатили салатики горячие холодные закуски уже готова так быстренько знать хочу пробежаться на самом деле по самым основным моментом здесь дедуфри я снимать картошку не буду макарон вот эти все это и так понятно что у нас сильно горячее такие вот в таких горшочках шкварчит у нас овощи с мясом у нас сегодня такая вот рыбка дорада на гриле у нас говяжья печень сегодня кстати они здесь вот и он очень вкусно готовить запеченные овощи просмотрите на углях лежит это классно запеченное мяско есть тоже на углях лежит пицца здесь у нас филе я так понимаю индейки картошечка пюре там у нас хлебная вечеринка здесь жарит и такое что-то не этот рыба рыба кляре без макарошки и дальше у нас идут уже холодные закусочки но вот такой ужин на самом деле ну ребят концепция урезана так что особо не обижайтесь на самом деле на отель рикс из даундаун в анталии потому что сейчас у нас напоминаю октябрь и немножко концепции конечно ну как немножко процента 50 наверно на вырезано но самое основное на самом деле есть этот окей по питанию в принципе все довольно таки вкусно и аккуратно все ребят доброго вечера приятного аппетита садимся начинаем ну вот такие вот на самом деле ребят вечера в анталии по воскресеньям все гуляют это набережная практически уже мы подошли к океанариуму которые в анталии находится да сколько народу все-таки детей кафе все полные просто битком забитые starbucks и бургер кинг и glory jeans кафе и тут короче говоря миллионах абсолютно все гуляют продукт жизни пикники на травке кто-то покупается еще в море до темноты и вот ну как то так ребят вот вот она жизнь обычная жизнь в том числе и местных жителей и туристов в анталии воскресенье ну что ж друзья доброго турецкого вечерочка что у нас происходит в отеле по вечерам кальянчики работают бары работают аля карта ресторан работает амини диска детишки пляшут в теннис играют футбол играют в любом играют в настольный теннис тоже играют ужин тоже мы сходили ужин работает хорошая еда все достаточно есть рыбные дни есть мясные дни поэтому хороший достаточно уровень отеля в принципе да и есть чем заняться по вечерам ребят везде вот везде народ везде жизнь кипит так ну что ж у нас сегодня все-таки решили мы взять велосипедик на прокат вот такой вот тут ничего особо делать то не надо пишите просто свой номер комнаты фамилию берете пожалуйста катайтесь поедем прокатимся в парк сегодня так ну что друзья тураген должен испытать на себе все взяли на прокате вот такие вот велосипеды едем по марку имени ататюрка катаемся с видами на горы на набережную очень классно записываю свой номер на рецепшене там но не на рецепшене а там вот при выходе из отеля номер комнаты фамилию и все пожалуйста берешь и погнал тут на самом деле есть куда гнать потому что парк просто огромный вот можно прогуляться здесь на велосипедах велосипедную прогулочку можно выйти на набережную да куда угодно ехать его ограничение на самом деле никаких нет вот поэтому очень кстати говоря удобная эта тема что они сделали такой сервис сервис велосипедов вот у меня сзади посажет ела помахай ручкой ну вообще крутяк да скажите едем конечно сначала с горочки это самое просто а вот в горочку наверно будет заряжать уже не очень знаете какие тут классные виды на самом деле еще раз хочу подчеркнуть уникальность расположения отеля rix's downtown анталия то есть вот сейчас мы находимся прямо грубо говоря за его пределами за его воротами и вот посмотрите какие тут прогулочные зоны это парк имени татюрка смотрите как здесь можно красиво посидеть вот с таким вот видом на горы таросские на море он даже круизный лайнер какой-то подошел к анталии короче говоря на самом деле ребят для в том числе для зимнего отдыха этот отель просто вот чума вот серьезно абсолютно парк на самом деле очень протяженный если спуститься вниз то это соответственно можно по набережной пройтись там куча всяких кафешек ресторанчиков магазинчиков променад в общем там детские площадки там что только нет на самом деле поэтому соберете зимой однозначно рекомендацион поэтому тут даже тут даже говорить не о чем ну а так чисто на велик сели и стартанули прямо по парку либо опять же по набережной 10 километров туда 10 обратно и день прошел чаще конечно утро ранее поэтому кафешки некоторые закрыты но на самом деле здесь вот посмотрите какие вот обалденные виды подсосникой вот так вот посидеть на старый город между прочим там у нас калейчи кто не знает с правой стороны у нас коньалты дальше у нас хурма саресу тарусские горы химер гюнюк белбеди короче говоря и все 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 здесь в принципе как на ладони вот сейчас вот такая дымочки практически нет сейчас такая на легкая классно так вида горы такой вот здесь пейзажик вот она набережная как раз идет со всеми здесь начинаются эти ресторанчики кафешки довольно таки продолжительное так здесь можно погулять протяженность продолжительная вот и вот такая вот здесь вот кафешка сосной глаз глаз вот так но прям гулять не перегулять ребята вот видите у нас тут школьники занимаются тут вот есть не ошибаюсь какой-то детское учреждение небольшой актрессончике тут есть кстати говоря вот набрели на такой вот пруда за пруда на лодочка покататься тут можно да слушайте вот вот за что я люблю анталию она на самом деле многогранна тут есть и партия огромные где можно погулять среди реликтовых растений тут кипариса блин стоят и эвкалипты стоят и сосны тут стоят и короче говоря просто красота на самом деле неописуемая вот пожалуйста подошли да все такое немножко старенькая все такое немножко дрябленькая но они суть то не в этом ребят суть в том что здесь природа просто обалденная горный воздух море сочетание вот этого морского и горного воздуха знаете какая красота прозрачная вообще вода даже в таком вот небольшом водоеме детишки занимаются на лужайке утра прекрасно ну что ж по парку нам ездить надоело обкатали мы его практически весь вот решили поехать на набережную куньалты прокатиться а как вы знаете она 8 километров в одну и другую сторону поэтому тут есть где раскататься на самом деле вот так вот погода замечательный стоит даже много кто купается в такое раннее утро мы выехали часиков в девять наверно уже одиннадцатый час уже часочек крутим педальки очень классно прям супер вообще такая атмосфера здесь приятная утренние днем то понятно здесь народу будет много а по утрам особый шарм вот в таких вот местах еще нет такой суеты и мягкое такое солнышко ласковые в общем короче кайф ребят кайф приезжайте в риксус даунау даунтаун даунау даунау даунтаун анталия ребят с удовольствием помогу вам в этом деле пишите все контакты мои найдете в описании забронируем тур отправим вас спокойно без всяких проблем я надеюсь вот пока что как говорится тву тву вроде как все окей у нас есть с полетной программой в турцию и отношения вроде между нашими странами более-менее ничего но это естественно на сейчас на октябрь 2023 года когда уж вы это видео будете смотреть я не могу знать думаю что и следующем году и через год ну я всем своим туристам передаю привет будущем нынешним заказывайте туры ребята пишите спрашивайте узнавайте цену и бронируйте ребят отдыхайте она того стоит ну что же номер стандарт с боковым видом на море 716 на седьмом как вы понимаете этаже слева страны сразу такая душевая кабина с тропическим душем с правой стороны у нас косметика анджана у нас это сетевая скажем так косметика всех риксусов идем дальше здесь у нас вот такой гардеробчик просторненький вместительный тапочки сейф все бесплатно ну что ж основная комната большая двухспальная кровать и так так застеленные для нашей девочки маленькая еда для его так ну в общем то вот так вот здесь выглядит рабочая зона qr кодекса с рум-сервисом чайная станция чай кофе две водички мини-бар ребят здесь есть что что ой 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 полетели все полетела что интересно нет пива ребят вот уже второй rixos у нас и пива нет по запросу его приносят если вам нужно но по мне так это странно честно говоря таком отеле могли бы и поставить выходим с вами на балкончик балкончик но вот такой балкончик небольшой кофейный столик два стульчика и вот такой я считаю что просто великолепнейший вид нам дали из номера потому что я бронировал честно говоря номер стандарт land view а это у нас стандарт все сайт view то есть боковой вид на море но на самом деле просто великолепный шикарный вот они вам пожалуйста теннисные корты там у нас площадочка детская ну и все остальное мы с вами тоже конечно же изучим ну что вот такой номер ребят в отеле rixos да он там на анталия ну как вам напишите понравился не понравился кстати говорят такая полупрозрачная такая стеночка поэтому как-то так ну что идем дальше так ну что друзья приятного аппетита значит снэк ресторан который находится рядышком с баром тропик вот так вот все выглядит здесь аппетитненько было не залах маджун пенная мини-бургер и салатик с креветочками сканируйте смотрите и будет вам счастье но так это работает ребятки вот он qr-кодик заказали буквально несколько минуточек максимум 5 наверное и вуаля пожалуйста вам коктейльчики даже еду может принести все что угодно вот вот именно отсюда друзья отправляется трансфер до парка легенд бесплатный от отеля rixos даунтаун анталия а с правой стороны у нас rixos гольф рэнч то есть здесь можно поучиться поиграть в гольф полчасика бесплатно вот этот товарищ вас обучит а зам навыкам и вместе с ним попробуйте как говорится поиграть в эту игру для богатых вот и все друзья в принципе это все что я хотел рассказать вам про этот на мой взгляд замечательный отель в который обязательно нужно приехать можно даже зимой приехать сюда даже еще наверное лучше будет потому что бассейн здесь с подогревом променад здесь просто офигенный бесплатно можете покататься на велосипедах это тоже огромный плюс неплохая в принципе здесь еда нормальная меня принципе она устроила более-менее да с учетом того что сейчас октябрь можно как бы сделать небольшую скидочку на это все дело немножко уставшие конечно номера наверное вам показалось это также ну потому что отелю действительно уже много-много-много лет вот неплохой в принципе спа здесь нормально можно в том числе и зимой отдохнуть массажи кабинеты самам сауна паровая очень все здесь есть витамин бар тут классные вкусные делают свежевыжатые соки бассейн тоже неплохой уже повторяюсь море до моря конечно с таким входом крутым каменистым зато какая чистая ребят вода здесь просто прекрасная замечательный бар на пляже замечательный лобби бар ну в общем то принципе я считаю что отель очень универсальный и подойдет для отдыха да в принципе и семьей и парами и погулять и просто отдохнуть недалеко тут торговые центры короче говоря супер универсальный отель рекомендую друзья рикс из даунтаун анталия с вами был тот самый турагент все мои контакты в описании пишите забронируем без проблем отправим вас и сюда да и куда угодно пока пишите дам